Привет друзья, с вами Большой Дэн и проект рок-энциклопедия от A to Z. И сегодня мы узнаем о группе Fine Young Cannibals. Когда в 1983 году ска-проект The Beat дал трещину, это стало некоторым сюрпризом для гитариста Энди Кокса и басиста Дэвида Стива. О том, что их партнеры-вокалисты Рэнкин Роджер и Дэйв Уэйклин решили отколоться и создать другую группу, они узнали из звонка своего тогдашнего бухгалтера. Впрочем, в то время как ренегаты сколачивали дженерал паблик, музыканты решили продолжить совместную работу и для этого собрать новую команду. В общих чертах парни хотели к ска-корням The Beat добавить такие ингредиенты, как сол и джаз, а также пригласить к сотрудничеству сильного вокалиста. Но точного плана развития событий у них не имелось. Особое затруднение вызвал подбор солистов, и Кокс со Стилом безуспешно прослушали более 500 претендентских демокассет. Когда уже отчаяние вплотную приблизилось к их сердцам, музыкантам пришла в голову идея поискать нужного персонажа среди групп, которые когда-то разогревали The Beat. Решение оказалось правильным, и вскоре в одном из бирмингемских баров они нашли Роланда Гифта, внешностью походившего на актера Сидни Пуатье и с голосом, напоминавшим Отиса Реддинга. Раньше этот товарищ играл в молодежном театре, но мода на панк переориентировала его на музыку. Когда же пошла ска-волна во главе с Мэднес, Роланд взял саксофон и запел, примкнув к вышеупомянутой местечковой группе. Итак, с помощью Гифта кадровый вопрос был решен, и новоиспеченная команда взяла себе имя Fine Young Cannibals в честь позабытого шестидесятнического фильма All the Fine Young Cannibals с Робертом Вагнером и Натали Вуд. Не слишком утруждая себя концертной деятельностью и лишь изредка появляясь перед зрителями, группа сосредоточилась на получении контракта, но в то же время отвергала услуги продюсеров, которые пытались навязать ей иной стиль. Некоторое время потуги музыкантов оставались безуспешными, и лишь когда они записали песню Johnny Come Home, дело сдвинулось с мертвой точки. Эта вещица, сочетавшая в себе элементы ска и поп-рока и украшенная джазовым соло трубы, прозвучала в телешоу The Tube и быстренько привела к заключению сделки с I.A.S. В декабре 1985-го Fine Young Cannibals дебютировали с одноименным альбомом, который помимо ставшей безоговорочным хитом Johnny Come Home содержал чуть менее удачный номер Blue и переделанный на фирменный каннибальский манер кавер Элвиса Пресли со Species Minds. Пластинка чуть-чуть не дотянула до британской десятки и взяла золото, но главный успех был еще впереди. В 1986-м коллектив поучаствовал в записи саундтрека к фильму Sounds In Wild, исполнив композицию из репертуара Баскокс Ever Fallen In Love, причем здесь, видимо, сказались панковские корни гифта. На следующий год Fine Young Cannibals более продуктивно потрудились на Ниве кинематографы, ведь уже три их оригинальных песни прозвучали в картине Teen Men, а сами музыканты появились в кадре в качестве группы из ночного клуба. Также в 1987-м Стил и Кокс отвлеклись на побочный хаос-проект Two Men, A Drum Machine and A Trumpet, но спустя пару лет их основная команда выпустила диск The Raw and The Cooked. Альбом получился более эклектичным и сочетал в себе такие стили, как матауновский, соул, бит, ритм-блюз, рок, панк, фанк и даже диско. Пластинка породила два американских чарт-оппера She Drives Me Crazy и Good Sin и возглавила таблицы популярности Англии, США, Австралии, а также ряда европейских стран. Так или иначе, выдав такой коммерчески удачный продукт, Fine Young Cannibals неожиданно для всех тихонечко исчезли из виду. И хотя команда официально не распадалась, в будущем троица собиралась вместе только один раз, когда в 1996 записала новый трек The Flame для сборника The Finest. Незадолго до прекращения своей деятельности группа записала кавер Коула Портера Love for Sale. Для сборника Red Hot Plus Blue. Субтитры сделал DimaTorzok